...свои личные интересы, опять же, с помощью определенных структур, с помощью определенных институтов гражданского общества. Какие могут быть интересы у граждан, которые они пытаются защитить, у государства, которые они пытаются отстоять? Материальная группа. Экономические интересы. Экономические интересы, абсолютно верно. Какие структуры позволяют гражданам, общественные организации, позволяют гражданам защищать, отстаивать, удовлетворять своим экономические интересы? Правсоюзы, абсолютно верно. Значит, правсоюзы — это институт гражданского общества. Экономические интересы. Значит, сюда относятся правсоюзы. Правсоюзы. Еще какие экономические структуры. Ассоциации, организации граждан. Частные банки. То есть государственный банк — это, конечно, не организация граждан. Частные банки. Акционерные общества. Любые частные предприятия. Частные фирмы, например, компании. Если вы закончите институт, пойдете работать в государственное предприятие, это институт государства. Если пойдете к частному собственнику, то это институт гражданского общества, с помощью которого вы можете зарабатывать деньги и, естественно, реализовывать свои экономические интересы. Различные ассоциации по защите малого бизнеса, ассоциации промышленников и предпринимателей, например, по защите прав потребителей и так далее, и так далее. Огромное количество, которые позволяют защищать или реализовывать экономические интересы. И сюда же, отметим, органы местного самоуправления относятся. Местное самоуправление. Мы с вами когда говорили о форме... Это помогает отстаивать? Отстаивать интересы экономические, да. Значит, когда мы с вами говорили о форме государственного устройства, мы говорили о делении на центр, на центральную власть и региональную власть. Центральная власть президента, да, региональная власть и губернатора. А куда у нас, например, муниципальные органы управления, например, мэрия Екатеринбурга, да, мэрия городов, городские думы и так далее. Как ни странно это может быть для вас звучит, это институты гражданского общества, это не институты власти. Почему называется самоуправление? И в каких-то институциях прописана независимо от местного самоуправления. Потому что это структура, которая избирает непосредственно гражданами города для того, чтобы организовывать самостоятельно жизнь в городе. Другой вопрос, что если брать российскую практику, то муниципалитеты, они полностью устроены в сторону власть, да. На самом деле их независимости нет. Но в принципе муниципалитеты относятся именно к институтам гражданского общества. Помимо экономических интересов, какие еще могут быть граждан интересы? Социально-культурные интересы. С помощью каких структур граждане могут их реализовывать? Общественных организаций, ассоциаций, не государственных, не относящихся государствам. Благотворительные фонды частные, абсолютно верно. Еще. Ну это все-таки экономический, да, интересно, конечно. По защите прав, не знаю, движет даже нет. Значит, если вы хотите получать образование, вы можете получать образование в федеральном университете, естественно, государственном. А можете пойти в частные университеты, да, отметьте частные университеты, частные школы, частные музеи, театры. Это все институты гражданского общества, музеи, театры и так далее. Это все институты гражданского общества. Значит, также церковь относится к сроку культурным интересам, к сроку культурным институтам гражданского общества. Но там, где церковь отделена государственная депутат, церковь. А также в социологии существует такое понятие, как группы самопомощи. Группы самопомощи. Что это за группы? Это организации граждан, которые пытаются решить очень серьезные социальные проблемы для того или иного города, региона и так далее, с которыми государство не может справиться. То есть это общественные организации, которые пытаются своими силами решить какие-то глобальные социальные проблемы. К таким социальным проблемам относятся какие проблемы? Может, какие-нибудь правоидные виды. В социальном там проблема, которая... Наркомания, алкоголизм и так далее. И вот, допустим, известный в Екатеринбурге фонд «Город из наркотиков» относятся как раз к таким институтам гражданского общества, с помощью которого пытаются решить какую-то серьезную социальную проблему. Значит, ну и, наконец, политические интересы. Третья категория интересов. Политические интересы. Политические интересы. Какие общественные организации относятся к политическим? Значит, позволяют реализовывать уже политические интересы, защищать политические интересы. Абсолютно верно. Политические партии – основной институт гражданского общества. Вместе с тем, сейчас подробно мы на партиях останавливаться не будем, отдельное рассмотрим. Но можете сразу отметить, что партии – это муниципальный институт. Почему? Потому что он одновременно может быть и институтом гражданского общества, и институтом государства. Партия – это объединение граждан. И партия всегда институт гражданского общества. С другой стороны, когда партия переходит уже в государство? Когда-то становится частью законодательной властью. Соответственно, парламентские партии являются одновременно и институтами гражданского общества, и институтами государства. Помимо партии, к политическим институтам гражданского общества относятся любые организации по защите прав национальных меньшинств, религиозных меньшинств, женщин, детей и так далее. То есть любые организации по защите прав человека. Комитет солдатских матерей будет? Естественно, да, естественно. Помимо этого, отметьте группы интересов, а также группы давления или лоббисты. Лоббисты или группы давления. Группы интересов, лоббисты или группы давления. Что это за группы интересов? Значит, группы интересов это общественные организации, которые преследуют походу и пытаются реализовать какую-то проблему решить, либо свой интерес реализовать через влияние и воздействие на политическую власть. Через воздействие и влияние на политическую власть. А это не закрытые клубы? Нет, это не закрытые клубы. Вообще, любой институт гражданского общества может стать группой интересов. Когда вы пытаетесь воздействовать на политическую власть. А профсоюз это всегда группа интересов. Безусловно. Потому что они отстаивают во взаимоотношениях с властью, они отстаивают как права рабочих. Ну, например, чтобы у вас, допустим, есть какая-то организация физиков. Ну, к примеру, вы там собираетесь решать какие-то свои задачи и так далее. В один прекрасный день вы являетесь уже институтом гражданского общества. В один прекрасный день вы задаете себе вопрос. Почему вы такие молодые, умные, способные, талантливые, не получаете никакой помощи? И вы пытаетесь получить помощь от государства. На оборудование, на свои исследования и так далее. Вы пытаетесь воздействовать на государство. И в этом случае вы становитесь группой интересов. То есть, по сути, когда институт гражданского общества апеллирует к власти, то он становится группой интересов. Что касается лоббистов, значит, отметьте, это группы давления. А вообще, эти структуры возникают в Соединенных Штатах. И родина лоббизма — это как раз США. Лоббисты — это те, кто отстаивают, прежде всего, экономические интересы им, правда, но через давление на политическую власть. Значит, лобби — это английское слово. В переводе означает «кулуары». Кулуары. Значит, лоббисты, лобби — это английское слово в переводе «кулуары». Что такое «кулуары»? Может, перевод? Еще перевод «кулуары». Ну, типа, как и исчез. Абсолютно верно. То есть, это комнаты, дворца раньше так называли, где люди могут переговорить, чтобы их никто не слышал, не видел и так дальше. Значит, в середине XIX века этот термин как раз начинает в Соединенных Штатах, когда в институте «Капитолия», где были такие закрытые комнаты, собирались представители экономически повлиятных групп, которые беседовали с парламентариями, с тем, чтобы уговорить их принять то или иное решение. Значит, что такое лоббизм? Значит, отметьте, это обработка, так и обработка, обработка депутатов и правительственных чиновников, обработка депутатов и правительственных чиновников с целью вынесения, ну и для вынесения, для того, чтобы они вынесли нужное лоббистам решение. Обработка депутатов и правительственных чиновников с тем, чтобы они вынесли нужное лоббистам решение. Ну вот я сейчас поясню, что за обработка, да? Значит, вообще, американцы исходили из поправки своей конституции, что любая дружба граждан может защищать свои экономические интересы. Вы представитель малого бизнеса, вы хотите снизить налоги, например, да? Естественно, вам для этого нужно давить на правительственных чиновников и депутатов, обрабатывать их, чтобы они пошли вам на встречу, да? И отстаивание их интереса, почитать, это совершенно нормально. Другой вопрос, что лоббизм очень близко, конечно, привязан к такому явлению, как коррупция, потому что обрабатывать можно в чемоданных мерек депутатов, можно обрабатывать по-другому. Для того, чтобы коррупционные издержки были здесь минимальны, как правило, будет закон по лоббиру, который вибрил все нюансы, да, касаемые деятельности лоббистов. Значит, ну еще раз, кто такие лоббисты? Было вам понятно. Значит, лоббисты – это профессионалы, которые занимаются тем, что оказывают давление на власть и добиваются принятия нужного решения. Например, значит, вот вы создадите свою фирму, да, компанию, например, частную, и захотите провести рекламную компанию, ну, рекламу своей компании. Вы можете, конечно, сами ходить и развешивать изменения, вот, но можете обратиться в рекламное агентство, которое вам организуются, эту компанию проведет. То же самое и здесь. Здесь, если вы представитель малого бизнеса, и вас несколько заинтересованы в виду, у вас есть группа интересов, да, которые заинтересованы в том, чтобы снизить народы. Вы можете сами пойти в областную, допустим, вы же интересованы в повышении стипендий, например, да, вы можете сами пойти в губернатору, в областную думу, в государственную думу, но вы не знаете, кому идти, как действовать и так далее. кто этими вопросами занимается, какой комитет в Государственной думе обратиться, какой чиновник более настроен на то, чтобы повысить стипендии, а другой чиновник заинтересован наоборот, в том, что будет повышать пенсию, а не повышать стипендию, кому конкретно идти. И вы здесь обращаетесь к профессионалам, то есть по сути группа интересов, любая выступает заказчикам того или иного решения, она обращается к логистам для того, чтобы они это все организовали, а лоббисты в свою очередь давят на государство. То есть лоббисты – это те, кто исполняет, то есть кому группа интересов платит деньги за то, чтобы они достигли и реализовали тот или иной интерес. Значит, для того, чтобы здесь не было коррупции ни со стороны группы интересов, ни со стороны лоббистов по отношению к чиновникам, принимаются законы по лоббисту, которые регулируют полностью лоббисту денег. В США такой закон был принят в 1946 году и постоянно туда вносятся поправки. Значит, в США, если будете в Вашингтоне, там есть улица, есть приеды, ее обычно показывают всем, тем, кто приезжает. Значит, это улица лоббизма, называется, потому что там расположены все как раз фирмы, которые занимаются лоббистской деятельностью. Огромное количество в Соединенных Штатах. Очень часто бывшие чиновники становятся лоббистами, потому что кто как ни о них знает прекрасно организацию всего государственного процесса и процесса принятия решений. Соответственно, организация, которая занимается лоббизмом, она регистрируется в Сенате США. После чего четыре раза в год она подает финансовые отчеты, кто ей заказал какое решение, на что они потратили деньги, каким образом они обрабатывать могут чиновников. Они могут проводить круглые столы, они могут проводить, привлекать экспертов для того, чтобы заказывать, что принятие такого решения очень важно. Они могут заказывать определенную рекламу через средства массовой информации и так далее, и так далее. Все это в отчетах прописывается, на что пошли деньги, и, естественно, выплаты каких-то материалов государственным чиновникам не должно быть. Более того, практика, как правило, приводит к тому, что законодательство, еще раз повторяю, меняется. Например, сейчас закон по лоббизму в США внести на такие поправки, что если чиновникам, например, соглашают лоббисты приехать, например, в Екатеринбург и посмотреть, ну, или там, естественно, это происходит в Соединенных Штатах, по закону Соединенных Штатов, и посмотреть, например, как вот, значит, завод там или предприятие частное встретиться с какими-то заинтересованными группами, он обязан представить документы о том, что он сам уже делал перелет. Если мы могли оплачивать перелет лоббисты или группа интересов, это взято. Если он идет в ресторан с представителями лоббистов или группы интересов, соответственно, он должен, опять же, предоставить чеки о том, что он сам платит за свой ужин и так далее и так далее. То есть там все очень четко. Чем более четко прописывается закон, тем меньше будет коррупционных проблем. Хотя они периодически в Соединенных Штатах возникают. Все, естественно, лоббизм, он такой двойственный мнение. Вы можете сразу отметить, что в России нет закона по лоббизму. Это не значит, что лоббизма нет, он здесь, но все находится в синевой сфере, очень тесно связано с хорошей. Все попытки принять закон по лоббизму, они наталкиваются на очень серьезные противодействия со стороны и законодательства, и чиновников, потому что они, естественно, не заинтересованы в том, чтобы эта деятельность была очень четко прописана. Но это вы как чиновник сами решаете. Потому что если брать, допустим, Соединенные Штаты, вообще, когда вы становитесь чиновником, есть определенная этика поведения. И вы должны очень четко понимать, что, допустим, некоторые американские чиновники часто говорят, что став чиновниками, они теряют очень многих друзей. потому что вы не можете просто так, вы должны очень четко понимать, с кем вы встречаетесь, зачем вы встречаетесь и так далее. Потому что если ваши конкуренты, оппоненты, они передадут информацию, что вы, например, встречаетесь с очень влиятельным человеком, подникаком на плече, ну, вы можете с ним дружить, конечно. Но лучше это не афишироваться так, что вы ходите с ним в ресторан, поехали с ним на отдых и так далее, и так далее. То есть вы должны четко понимать ограничение своей этику поведения. По работе, безусловно, если вы, например, к вам обращаются с принятием, заинтересованным принятием какого-то закона, вы поддерживаете эти уйти вполне можете встречаться. Другой вопрос, что вы должны при возникших вопросах объяснить комиссиям по этике и так далее, значит, что вы не на деньги с другой стороны это все делаете и так далее. Вот и все. Потому что, например, одна из самых влиятельных ландбийских организаций США – это медицинская ассоциация и ассоциация фармакологических компаний, которые, например, очень против сейчас принятия нового закона, а вообще вступления его в силу по страхованию американского закона, который пытались против еще и Клинтона, и Обама, это для него дело честь, и этот закон по социальному страхованию, они против, и часть конгрессменов, часть депутатов, и поддерживают это решение по целому я за так причин, мотивируя это не собственное просто заинтересованность, а тем, что это плохо скажется, опять же, на экономической социальной ситуации в Соединенных Штатах. А ты нет, да? То есть, естественно, они встречаются, естественно, это все обсуждается, потому что это все, значит, открыто, все это, деньги все должны быть прописаны и так далее, и так далее. Значит, вот это основные институты гражданского общества. Так, значит, давайте сейчас напишем небольшую работу, а на следующем, по половине продолжим. Значит, берем листочки. Так, можно с точки дальше? Так, значит, давайте сейчас посмотрим. Значит, график 2 получает вариант теста. 13 вопросов, ради пользоваться можно. Значит, соответственно, этот вариант. Есть? Есть. Да. Спасибо. Вкладываем в листочек, в который вы пишете и укладываете сюда этот вариант, и вместе сдаёте, и из него работа не единственная. То есть, писать свой вариант, и на, пишите свой, вкладываете этот вариант, и в свой лист, и, соответственно, значит, на этом листочке ничего не пишем, пишем на своём. Может быть, несколько вариантов ответа. Вкладываем в листочек. Вкладываем в листочек. Да. Vamos. Смотрите. Вкладываем в листочек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...